Добрый вечер дня. Данный ролик будет посвящен вопросу паспорт для ребенка. Вопрос важный, тоже неоднократно мне задавался. Пришло время рассказать всю правду об этом. Начнусь далека. Меня до сих пор поражает желобизм наших бывших соотечественников, которые работают разными юристами и пытаются впаривать свои услуги людям, которые только-только приехали из США. Требуя совершенно неразумные деньги, невменяемые деньги, просто несуразные деньги за фактически воздух. Чисто за знание. То есть вот приехал человек, он не знает, он просто немножко растерян. И вот его нужно обязательно надуть и обязательно за вот это вот знание содрать с него эти деньги. Я не сталкивался с этим явлением у, скажем так, юристов, которые обслуживают мексиканскую диаспору. Не знаю, там, евреев, астраллик. Но с нашим желобизмом я сталкивался. Еще до поездки в США я пытался связываться с юристами, которые рекомендовали всякие разные организации, типа Майами Мама, другие там разные роды в Калифорнии, другие злачные места. Везде этот желобизм цветет махровым цветом. Я смотрел ролики других видеоблогеров, они уже по этому поводу много чего сказали в адрес. Этих вот юристов, которые предлагают якобы бесплатные услуги, а на деле приходится за каждое слово платить бабки. Итак, выбиваем у них почву из-под ног. Расскажем про паспорт для ребенка. Если вы приехали в Америку рожать своими собственными силами, сделать это реально, я уже в своих роликах рассказывал, те вопросы, которые я не сведел, задавайте, я буду еще рассказывать, дополнительно объяснять. Итак, вы выехали из роддома, при выписке из роддома, спустя неделю, на ваш домашний адрес придет вот такая бумажка, БЕС-сертификейт. Это свидетельство о рождении. Когда вы будете выписываться из роддома, вам потребуют заполнить определенную бумагу, пожалуйста, не забудьте сделать именно 20 БЕС-сертификейта, это немаловажно, поймете потом для чего. Итак, пришла вам такая бумазейка, что вы дальше делаете? А дальше вы идете в ближайшую почту USPS, которая находится ближе к вашему дому, и подходите к любому менеджеру и говорите, я хочу получить для своего ребенка паспорт, у меня есть вот такой БЕС-сертификейт, и все. Вам назначают appointment, например, на следующий день, или через день, в зависимости от того, насколько у них там загружено все, или как там вам удобно, как правило, на утро. Вы туда приходите с ребеночком, берете там же на почте вот такую вот бумажку, там же ее заполняете, если не можете заполнить, подходите к этому клерку, он вам помогает эту бумажку заполнить. Запороли эту бумажку, взяли еще такой бланк, там же заполнили. И мама и папа должны присутствовать, у мамы и папы должен быть с собой российский паспорт, и желательно, чтобы у мамы и у папы была ID-карточка. Естественно, наличные бабки, что-то, по-моему, по 20 или 30 долларов, я сейчас не помню. Заполнив эту бумагу, там же на почте вашего ребеночка фотографируют, фотографию человек вырезает специально обученную, по-моему, сюда, то ли на скрепку, то ли вклеивать, я сейчас, честно говоря, уже не помню. И все. Дальше вы указываете домашний адрес, и через две недели к вам на дом приходит вот такая вот пластиковая карточка, если вы заказываете на ребенка. Это так называемый американский пластиковый паспорт, он действует в Америке, как ID-карт, и для пересечения границ с Канадой. И бумажный паспорт, общеустановленного образца американский, который уже можно использовать для поездок за рубеж. Все, две недели, никакого демороя, ничего, все, то есть вот четко вот, раз, две недели, и у вас паспорт уже дома. Все. Элементарно, просто. Каждый может это сделать. Даже тот, у кого IQ, наверное, 60. Это очень просто, это реально просто. Наши юристы за эту услугу снимают бабки. Объяснить, что это вот так вот как сделать, они не могут, это выше них, потому что это и хлеб, они пытаются торговать этим возгом. Ладно, хорошо. Получили мы американский паспорт. А дальше начинается самое интересное. Получение российского паспорта. Вот тут начинаются пляски с бубном. Для того, чтобы получить российский паспорт, вам необходимо иметь вот так называемый бюс-сертификейт, вторая копия, про которую я говорил. Дальше вам необходимо сделать перевод этого бюс-сертификейта, так называемая постиль. В свободном виде вы берете и делаете перевод. В интернете огромное количество этих форм, как это перевести. Лучше всего сделать перевод такой вот построчник, не разбивая там на всякие Excel или не пытаясь копировать структуру. В зависимости от штата и от графства, возможно, этот бюс-сертификейт может быть выглядеть по-грубо-другому. Но в любом случае вы должны сделать вот такой вот, как бы, вольный перевод, грубо говоря, и сами же его заверяете, как переводчик. То есть, вот, не лупишите. Там перевел тот-то, там, грубо говоря, Вася Иванов, там, такого-то, такого числа, и подпись этого Вася Иванова, там, вас, грубо говоря. После этого, с этим вот переводом, с бюс-сертификейтом, вы едете к своему секретарю штата, узнаете, где у вас там этот самый секретарь находится, платите, по-моему, то ли 15, то ли 20 долларов. И вам делают заверение. Дают вот такую бумажку, там, еще одну бумажку дают, опостить, так называемую. Все это вам доверили. После этого вы уточняете, куда вам нужно ехать. А, раньше мне говорили, что площадь дела в российском консульстве, который находится в Вашингтоне. Вот. Говорили хорошие слова за консульство Сиэтл. Смею огорчить. В Сиэтле бардак, не знаю, как в Вашингтоне, а в Сиэтле полная задница. Хлебнул на своем собственном опыте. Дерьма прямо хлебнул половником таким большим, глубоким. Значит, с сайта консульства я скачал все необходимые формы. Заранее все. Практически, когда формы уже были готовы, решил-то перезвонить, уточнить некоторые нюансы. Выяснилось, что за то время, пока формы были выложены на сайте, поменялся у них консул. Хорошо, ладно, почему не выложить эти формы уже с исправленной фамилией на сайт? Не знаю, не выложены. Перепечатываю. Заранее страхуюсь, потому что там есть вариант, когда подают заявление папа, есть вариант, когда подают заявление мама. То есть, делаю сразу два варианта. Пытаюсь выяснить, нельзя ли эти бумажки отправить по почте, вложить чистый конверт, деньги там, и, соответственно, дождаться, пока это все приедет к тебе, домашний адрес. Говорят, нет, нельзя. Вы лично должны приехать в консульство, в рабочие, блин, часы. И не просто в рабочие часы, а в рабочие часы, когда работает то самое окно, которое обслуживает решение вот этих вот, блин, вопросов, связанных с паспортом. Хорошо, выясняем эти рабочие часы. Выясняется очень интересная особенность. Консульство празднует праздники и русские, консульство празднует праздники американские. То есть, если там какой-то лейбор-дэй или еще что-то, когда Америка не работает, значит, консульство российское тоже празднует американцы лейбор-дэй и тоже ни хрена не работает. Отлично вообще, замечательно. Хорошо. Мне лететь в Сиэтл достаточно далеко и накладно. Значит, выясняется, мне нужно купить авиабилеты, прилететь туда, переночевать хотя бы там и улететь обратно. То есть, это целое, получается, путешествие, которое вообще не вписывалось в мои эти планы, и вообще втраты в эти. По почте это невозможно. Скорее всего, есть какие-то прикормленные фирмочки, чтобы вот эти вопросы решать дистанционно. Но, скорее всего, эти прикормленные фирмочки берут приблизительно, если не ту стоимость оплаты, как у вас уйдет на авиабилеты и на прочие расходы, ну, что-то сопоставим, может быть, половину. Но все равно берут деньги. То есть, ну, не просто так бывает, что вот нельзя отправить по почте и все. Хорошо, приехал я в этот Сиэтл с этими геморроями, там, рейсы очень неудачно прилетали туда, перекантовался в аэропорту, приехал туда заранее, к открытию, блин, приехал у этого консульства. Консульство должно открываться в 9 часов утра. Вы думаете, оно в 9 часов открылось? Нет, ни хрена. Значит, в 9 часов, наверное, по-моему, только дверь открыли. Вошли мы в зал ожидания. А еще 30 минут консульские сотрудники бегали с видом почечных доноров и изображали, какие-нибудь, блин, занятые вообще нафиг. То есть, вот 30 минут, вам даже больше минут 40. То есть, они бегали там, что-то вот суетились, окошко не работает. В 9 часов консульство открыто, окошко должно открываться, и все должно, блин, работать. Хорошо. Значит, открылось это окошко, значит, я подхожу туда, даю все эти бумаги, а мне говорят, вы знаете, вот фотографию ребенка вы сделали, хорошо, а ваша фотография где? Я говорю, девушка, а вы мне говорили, что нужно делать мою фотографию? Она такая, оп. Я говорю, ну я же вам звонил же, по-моему, чуть не с вами я разговаривал, там, 3 раза вам звонил или 4 раза, связь еще ворвалась, я вот перезванивал. Да, ну, как бы, может быть, вам и не сказали, но вам нужно фотографию сделать. А где я могу сделать фотографию? Мне говорят, ну, это ваша же проблема, где вы можете эту фотографию сделать. Хорошо, что я знал, с кем я имею дело. То есть еще мысли о том, что я живу в России, то есть жив раньше, и как все эти правила игры, я с собой взял ноутбук, я с собой все взял, все, что необходимо. У меня уже был файл заготовлен с моими фотографиями, с ребенком, с женой, даже кошку сфотографировал из Москвы, там у меня все сфотографировано, все, на всякий случай, пожарное, все лежало на флешке. Думаю, ладно, хорошо, меня так просто не возьмешь, спустился вниз, пошел в офис Макс, нашел, где можно фотографии распечатать, вставил флешечку, все распечатал, приношу, мне говорят, ну все, замечательно, хорошо, а форма у вас неправильно заполнена, не тот заявитель, я говорю, пожалуйста, вот вам другой вариант, она смотрит, да, но все равно не так, хорошо, давайте третий вариант, потому что я уже знал, что там где папа, где мама заявитель, все это вам нужно проговорить, проговорить по телефону досконально, на эту форму сверить вам нужно будет, прежде чем ехать, и упаси вас боже, если у вас на месте что-то будет не стыковаться, никто вам там помогать не будет. Значит, все, мы сверились, замечательно, а, собственно говоря, оплата, я говорю, оплата, у меня вот пластиковая карточка есть, я могу вам чекную книжку там выписать, я вам могу наличку дать, мне говорят, нет, нам нужен пейчек, отлично, замечательно, пейчек, а где пейчек, собственно говоря, идите на почту, покупайте пейчек, нельзя ли наличку там или нет, мы только пейчеки поднимаем, хорошо, замечательно, иду второй раз, значит, спускаясь вниз, покупаю пейчек, поднимаюсь наверх, отдаю пейчек, выясняется, что необходимо мне еще было конверт купить, сказать мне сразу об этом было нельзя, значит, я бегу третий раз, покупаю конверт, с марочкой уже все, то есть, вот, все нормально, пишу сам уже свой адрес, чтобы, не дай бог, они ничего не перепутали, кладем все мои бумажки туда в этот конверт, кладем туда пейчек, кладем туда заполненные формы, отдаю все это торжественно, все это время очередь, естественно, негодует, потому что там пришло огромное количество ИВГФ, которые со мной даже чуть ли не в лифте ехали, и первый, второй, и третий раз, но они почему-то думают, что я вот как-то без очереди лезу, хотя видели, что возникает эта техническая проблема, и мне необходимо все решать, хорошо, все это сдаю, и с чистой совестью уезжаю обратно к себе в Омаху, проходит месяц, молчание, проходит полтора месяца молчания, звоню, мне говорят, мы проверим и вам перезвоним, проходит день, нет звонка, проходит второй день, нет звонка, проходит третий день, нет звонка, перезваниваю, мне говорят, знаете в чем дело, иногда бывает, что документы теряются, я так не понял, ну, бывает, что документы теряются, я говорю, послушайте, Не намекаете ли вы на то, что потерялись мои документы? Ну, не все, но потерялась вот фотография вашего ребенка. Я говорю, отлично. А конверт мой тоже, наверное, потерялся. Да, и конверт у вас тоже потерялся. Столько с конца патрубки меня девушка радует. Замечательно. Значит, я иду, печатаю опять фотографию ребенка. Подписываю. Печатаю, в случае, свою фотографию подписываю. Фотографию жены тоже подписываю. Вкладываю все это в конверт. Отправляю туда. Перезваниваю спустя какое-то время. Я говорю, уточняю. Да, ваше все пришло, все замечательно. Отлично. Ждем. Проходит месяц. Молчание. Перезваниваю. Мне говорят, ну, как бы вот... Да, хорошо, что вы позвонили. На следующей неделе вам наконец-то паспорт распечатаем. Замечательно. Сидимся, ждем неделю. Молчание. Вторую неделю молчание. Перезваниваю через две недели. Мне говорят, ну, что ж, ваши документы мы вам отправили. Говорю, ох, замечательно, как хорошо. Ждем неделю. Документов нету. Ждем вторую неделю, документов нету. Перезваниваю. Мне говорят, мы вам перезвоним. Отлично. День звонка нету. Второй день звонка нету. Перезваниваю сам. Мне говорят, вы знаете, мы не вам отправили документы. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Мы документы отправили Иванову Иванову Ивановичу. Мы ошибочно вначале решили. А ваши документы мы вот сейчас прямо вот верняк, прямо вот отправим, прямо все. Отправляем в железняк прямо вот. И, значит, я жду, 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 жду. Я уже, в общем, забил болт на это. Честно говоря, уже, честно говоря, вот решил, придут, не придут, уже похрен, уже, понимаешь, все уже, все, накипело. И ровно 31 января приходят мне документы. В моем же, блин, конверте, вот, который я там оставлял, подписывал, и который, как мне сказали, его потеряли. Вот, кто мне объяснит, вот, что они там в этом консульте делают, вот, я не могу понять. Они там работают, они там, что, бумажки так перекладывают. Они чем вообще занимаются? Они с меня взяли деньги. Я-то пролетел, вернулся. Вот, кто мне объяснит вообще, почему вот это все через задницу делается? Почему американский паспорт, я могу прийти, вот, бумажку заполнить на любой почте, через две недели получить, и вообще никакого геморроя нету, она очень позитив просто. По что это, блин, позитив? А вот это вот приходит, вот, это даже они не удосужились вообще ничего сделать. Вот они мои просто бумаги взяли, пробили, блин, вот этой дырочкой, блин, с другой стороны наклеили бумажку, поставили тут раз, два, три, четыре печати, и расписались в том, что вот, и дали паспорт на ребенка, прислали. В моем же, блин, конверте, про которым говорили, что украли. Ну, вот, это вот действительность. Конечно, возможно, документы можно получить быстрее. Я не знаю, может быть, там какие-то взятки надо платить, еще что-то. Я не сталкивался, не хочу с этим сталкиваться больше. Значит, у кого нормальная нервная система, кто вообще привык со всем этим бороться и получает от этого кайф, warmly welcome, вы сами все это можете сделать абсолютно бесплатно, пожалуйста, без проблем. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте, с удовольствием помогу. Но, теоретически, любой человек это все может сделать нормальным. Российскому конститу все это и респект, продолжайте дальше работать. А чем лучше вы так работаете, я думаю, чем больше россиян постарается не вернуться обратно в рожку. Удачи всем!